Всем привет! В этом видео-гайде для новичков я покажу подробный процесс, как начать играть в рейд с крутыми героями, как быстро прокачаться и развиваться в игре без доната. Присаживайтесь поудобнее и давайте начнем! Наверное, самая главная особенность игры и то, с чего мы начинаем, это рандомное выпадение персов. Это раздражает многих игроков и они в попытке достать эпического героя создают десятки аккаунтов. Не сравнивайте себя с ютуберами, которые из каждого осколка получают легендарки. У вас все будет по-другому. И я предлагаю вам грамотное начало, чтобы вы рассчитывали 100% кем начать играть. Вам нужно создать новый аккаунт и получить как минимум гарантированного героя. Это лучшая возможность для того, чтобы начать играть с героями, которых вы точно получите по ссылкам в описании. После всех обновлений, более актуальным будет реально создание аккаунта с нуля. И давайте посмотрим, каких героев и бонусы я предлагаю вам забрать. Громобой, который наносит много урона и воскрешает союзников и 100 тысяч серебра. Шаманка с бафом на крит и воскрешениями союзников плюс 50 тысяч серебра и ресурсы на прокачку. Йотун с огромным мечом и уроном и ящик на 100 тысяч серебра. И герой Чинору с высоким уроном и полезными усилениями в бою. Еще вы получите 200 тысяч серебра, ресурсы на прокачку и синий осколок. В описании есть ссылки со вшитыми бонусами. Бесплатные герои ждут вас. И главное, что я хочу сказать, получить бонус можно только если регистрироваться в рейде по этим ссылкам через ПК. И бонусы будут начисляться только если создавать аккаунт на компьютере. Заметьте, что страницы на регистрацию должны выглядеть именно вот так. Если открывается что-то другое, значит что-то пошло не так. Открываете ссылку в режиме инкогнито или в другом браузере. После регистрации можно играть на любом устройстве, например на телефоне. Можно войти в созданный с компьютера аккаунт с начисленными там уже бонусами. Все бонусы хороши по-своему, но я бы взял Чинору. Отличный дамагер и универсален в бою. Я вот тоже зарегистрировался и забрал Чинору. Вот все бонусы ждали меня на почте и я все получил. Бонусы кстати могут идти до 24 часов. Также если вы зарегистрировались по одной из наших ссылок, у вас будет особое предложение. Если стабильно заходить в игру 7 дней подряд, вы получите еще одного эпического героя, который меняется время от времени. Сейчас раздают шаманку. Через время будет другой герой. Перед шаманкой вообще давали легендарного героя бесплатно. Давайте подведем мини итог. Мы только создали аккаунт и прошли обучение. У меня на аккаунте 1 эпический герой, 2 редких героя. Через 7 дней будет еще один эпик. Также как минимум у вас будет около 300 тысяч серебра и другие плюшки в зависимости от ссылки, которую вы выбрали. Очень хороший старт я вам скажу. Но это еще не все. В игру введены промокоды. Самый актуальный гифт 1. Он дает на аккаунт. Бустер опыта на 100% на 3 дня. 5 мешочков с жетонами арены. 1 ключ на клан босса. И 500 единиц энергии. Хочу заметить, что промокоды работают не всегда. Поэтому лучше сразу же зарегистрироваться по ссылкам из описания. Использовать актуальный промокод и ждать следующего. Его можно найти в описании к этому видео. Я буду следить за актуальностью. Чтобы тоже быть в курсе выхода новых промокодов, вам нужно подписаться и поставить колокольчик для оповещения новых бонусов по игре. Или в твиттере игры Raid тоже можно подписаться. Какого героя выбрать в начале? Тут все просто. Каэль или Этель. Сразу их максимально вкачивайте вместе с эпик героем. И у вас уже очень слаженная пати. По мере поступления новых героев не спешите их качать. Вперва соберите 5 эпиков и редких героев, которые будут дополнять друг друга. Качайте их и затем уже дальше можно действовать. В группе должен быть лекарь, танк, заливщик контроль и героя, которые наносят урон. Например, если играть без доната, то я рекомендую собирать вот такое пати. Каэля для нанесения урона. Дьяволицу в качестве заливщика. Хозяйку душ или воительницу в качестве бафера. Боевую жрицу в качестве хила. И герой, которого вы получили в качестве бонуса, будет наносить урон. Также пускайте героев на корм. Корм это когда вы скармливаете ненужных героев приоритетным, чтобы их прокачать. На корм пускайте только зеленых героев и серых. Им еще можно прокачать уровень, чтобы ушло больше опытов героя. Прокачать уровень героев можно несколькими способами. Играйте этими героями постоянно. Прокачивайте их в таверне с помощью корма и увеличивайте количество звезд. И еще можно прокачивать героев в тренировочном лагере. Тут все понятно. Теперь как одевать героев. Это вопрос, который задает каждый новичок. Если неправильно одеться, то тогда придется снимать эти вещи. А за это нужно платить серебром. Это просто необходимость, чтобы герой был очень сильным и вы могли наносить много урона. Но универсального гайда у меня для вас просто нет. Понимаете в чем дело? Каждый герой уникален. И каждому герою нужен свой подход. Чтобы понимать, что лучше одевать, открываете интернет и пишите, например, чинуру гайд. И смотрите, как его нужно одевать. Как рекомендуют игроки, чтобы быть точно уверенным, что вы делаете все как надо. Прокачка навыков. Прокачивать навыки можно с помощью книжек. Для прокачки навыков нужно иметь книги, которые дают возможность улучшать навыки. Или несколько одинаковых героев. Они тоже дают очко навыков. Какой навык будет улучшен, зависит от рандома. Тут не угадать. Сами книжки можно получить за задания, за ежедневные бонусы и в активностях. Все просто. Улучшение артефактов тоже немаловажно. Не достаточно просто одеть героя. Нужно точить шмотки. Чтобы заточить вещь, вам нужно серебро. Безопасная заточка происходит до четвертого уровня. После четвертого уровня шанс успеха меньше. И так до плюс 16. Вначале рекомендую крайне сильно экономить все ресурсы, которые вы получаете. Рубины, книги, курицы для корма, серебро и банки с энергией. Экономьте все до момента, пока вы не соберете универсальную группу из пяти героев, которыми вы будете постоянно играть. Первые тысячи рубинов можно потратить вот как. Вы можете прокачать таланты одному герою. Или купите шахту и улучшите ее до второго уровня. А она будет давать вам рубины каждый день. Осколки. Последнее о чем скажу и самое важное. Поначалу собирайте все осколки, которые только возможно. Скупайте их в магазине. И поначалу вам могут насыпать темные осколки. Но не спешите их открывать. Осколки рекомендую открывать в периоде усиления Х2 портала. Это когда ваш портал испускает луч определенного цвета. Какого цвета луч, такой баф к осколкам вы получите. Если желтый баф, то вы получите Х2 шанс достать легендарку из желтого осколка. Если синий, то у вас повышенный шанс достать эпического героя. Собирайте осколки до этого момента и потом строго сливайте их в портале под бафом. В зависимости от того, на какой тип осколков дают Х2. А на этом все. Надеюсь, вы получили своего эпического героя. Набрали мешок бонусов и теперь смело можете отправляться в странстве по игре. Напоминаю, что ссылки с бонусом будут в описании. Переходите и забирайте. От вас прошу подписку на канал, лайк и еще делитесь этим видосом с друзьями. Спасибо, что смотрели. И да пребудет с вами Шара. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok